Hello, Moto! Убытки компании Motorola лишь за один 2007 год составили более 149 миллионов долларов. Ее мобильные устройства уже не могли конкурировать с быстроразвивающимся рынком смартфонов других брендов. У компании начался масштабный кризис свежих идей, и уже к 2008 году убытки компании составили более 4 миллиардов долларов. В 2011 году мобильное подразделение Motorola было продано компании Google за 12,5 миллиардов долларов, а в 2015 году уже Lenovo выкупила Motorola у Google всего лишь за 3 миллиарда долларов. Из-за чего распалась огромная корпорация, название мобильных устройств которой до сих пор помнят огромное количество людей, и как жадность руководителей привела к огромным убыткам, а затем и к краху компании. Всем привет, вы на канале QG, меня зовут Паша, и сегодня мы с вами поговорим о крахе величайшей компании всех времен и народов, компания Motorola. А перед началом просмотра обязательно заходите на наш сайт qg.ru, ознакомитесь с нашим большим ассортиментом смартфонов и других аксессуаров, а также оставляйте комментарии по теме этого ролика в комментариях под этим роликом. Таким образом вы сможете принять участие в нашем ежемесячном розыгрыше. И все, что нужно сделать, это оставить один любой комментарий, подписаться на наш канал, и открыть настройки YouTube отображения подписки, чтобы мы проверили второй пункт. Давайте начинать. И срочное сообщение приходит сейчас со ссылкой на агентство Bloomberg. Компания Google, создатель платформы Android для мобильных телефонов, намерена приобрести Motorola Mobility Holdings за 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, Google, программное обеспечение которого устанавливается на мобильных телефонах производства Motorola и Samsung Electronics, приобретает патенты, необходимые для конкуренции с iPhone, Apple. Как сообщается, советы директоров обеих компаний уже одобрили эту сделку. История компании начинается в далеком 1928 году, когда Пол Галвин со своим братом Джозефом Галвином создали компанию Galvin Manufacturing Corporation. Первым продуктом, созданным ими, стало устройство, позволяющее радиоприемникам с батарейным питанием работать от бытовой электросети. Однако уже в то время активно развивался рынок автомобильных радиоприемников, в котором Nokia и Siemens были бесспорными лидерами. И уже в 1930 году компания Galvin Manufacturing Corporation выпускает свой первый автомобильный радиоприемник под названием Motorola. После 1936 года братья обратили внимание на то, что Германия активно наращивает свою военную мощь, а это означало, что вскоре войскам понадобится связь. Уже в 1941 году братья выпускают на рынок радиостанцию под названием BC611A. Она весила намного меньше, чем ее аналоги, и существенно увеличивала мобильность человека, который такую радиостанцию с собой носит. А уже после войны братья переименовывают свою компанию, и таким образом рождается компания Motorola в честь первого выпущенного устройства. Золотой век компании Motorola приходится на 1990-е годы, и именно тогда Motorola выпускает свое первое мобильное устройство под названием Micro TAC, стоимостью 3 тысячи с половиной долларов. Это устройство было маленького размера и помещалось в карман. Однако по-прежнему огромную часть дохода компании занимала продажа пейджеров. Тогда пейджеры Motorola занимали 85% всего объема рынка. С приходом больших денег появились и очень амбициозные идеи, которые впоследствии погубили компанию. Так, компания Motorola инвестировала в стартап под названием Iridium, целью которой являлось создание глобальной мобильной сети во всем мире. По идее, мобильный телефон мог принимать и передавать сигнал, соответственно, в любой точке земного шара. Быстро нашлись инвесторы, и началась разработка проекта, продлившиеся 7 лет. Однако, когда уже все практически было готово, менеджеры компании сообщили, что у них нет внятного бизнес-проекта, да и рекламной кампании не знают, как проводить. Да и к тому же, для того, чтобы пользоваться данной услугой глобальной сети, необходимо было иметь мобильный телефон, стоимость которого была 3000 долларов, соответственно, позволить его могли себе далеко не все. Да и сам разговор внутри такой глобальной сети обошелся бы пользователю до 8 долларов за минуту разговора. Сами же устройства, поддерживающие эту функцию, были жутко неудобны, вечно отваливалась связь. Таким образом, продать удалось всего лишь 10 тысяч аппаратов. В итоге, после очевидного краха, инвесторы логично потребовали обратно свои инвестиции. Так, руководство проекта Iridium, так называлась эта глобальная сеть, отказалось возвращать инвесторам их вложения и обратилось в СУС с целью признания ее банкротами. А все издержки и обязательства по выплатам кредитом пали на Моторолу. Внутри компании Моторолу сразу же было принято решение поскорее избавиться от этого тяжелого груза, от проекта Iridium, но продать его быстро они так и не смогли. Даже огромная доля в рынке продажи пейджеров не могла окупить все расходы, потраченные на проект Iridium, а уж тем более вернуть инвесторам их вложения. В итоге избавиться от проекта удалось лишь в 2000 году. К слову, Iridium до сих пор функционирует, но стоимость устройств по-прежнему очень высока. Тем временем, из-за того, что в прошлом все силы были брошены на проект Iridium, мобильное подразделение компании Моторолу терпело тяжелейшие убытки. Nokia уже к тому моменту опередила Моторолу, а в спину дышали остальные конкуренты. Несмотря на то, что мобильные телефоны Моторолу были очень надежными, их мало кто покупал. Занимая всего 15% рынка мобильных устройств, компания терпела убытки. В 2002 году у руля компании стоял внук Пола Галвин, того самого основателя компании. Управленицын был так себе, вечно отклоняя инновационные идеи своих инженеров, ругаясь с инвесторами, он выстроил себе дурную репутацию. И уже в 2004 году был уволен со своего поста. Незадолго до его отставки мобильное подразделение Моторола решилось на финальную, последнюю попытку возродить свои мобильные устройства. Началась разработка легендарного Моторола Razer V3. Особенностью аппарата должна была стать его феноменальная толщина, всего 10 мм. Несмотря на то, что до этого все телефоны Моторола были на порядок толще, было принято верное решение все же попытаться создать такое устройство. Главный инженер Моторолы Роджер Джеликоу быстро собрал команду для разработки нового устройства. В 2003 году началось его создание. Вся разработка нового телефона велась в условиях строжайшей секретности. Запрещалось обсуждать разработку с другими членами компании, запрещалась фотосъемка на месте создания устройства и многое другое. Однако инженерам Моторола пришлось столкнуться с массой проблем. Например, железо, существовавшее в то время, банально не влезало в корпус столь тонкого устройства. А та же самая антенна просто-напросто не могла передавать сигнал через металлический корпус устройства. В итоге антенну поместили в подбородок телефона, закрыв ее пластиковой заглушкой. Отказались от карты памяти и установили мини-USB разъем. К сожалению, планируемой толщины в 10 мм достичь так и не удалось. Толщина устройства была почти 14 мм. Разработка по маркетинговому плану должна была выйти в свет уже в феврале 2004 года, но из-за различных трудностей сделать это не удалось. Когда стало понятно, что вовремя выпустить устройство не получится, сотрудникам компании и СМИ различным раскрыли все карты. Но ни те, ни другие не испытали восторга от увиденного. Однако, когда Motorola Razr V3 поступил в продажу, его буквально сметали с полых магазинов за счет его невысокой стоимости и инновационного дизайна. Motorola Razr V3 отлично продавался вплоть до 2008 года, что было рекордом на рынке, а цена устройства упала до 130 долларов. Успех буквально вскружил голову руководству. Жадность руководителя была настолько сильной, что они отклоняли все инновационные предложения своих инженеров, а все разработки были спрятаны в стол. Выгода здесь и сейчас, вот девиз тогдашней Motorola. Затем началась следующая глава в жизни компании. Речь идет о сотрудничестве Motorola и Apple. Стив Джобс буквально очаровал руководителя компании Motorola, и они с радостью согласились с ним работать. Motorola по их договоренности должна была разрабатывать железо и дизайн, а Яблоко предложил адаптировать для интерфейса свой iTunes. Все шло прекрасно, велись разработки нового устройства, и все ждали революции, но, как это часто бывает, облажались. Стив Джобс на презентации показал новый Motorola Rocker E1, но никого не впечатлил. По сути, это была та же Motorola E398, но белого цвета. Не было модуля приема Wi-Fi, через мобильный интернет тоже нельзя было загрузить музыку, только через провод и через компьютер. Rocker E1 был настоящим фиаско компании Motorola, на том союз Apple и Motorola был завершен. Они так и не смогли придумать ничего нового, несмотря на множество идей от Стива Джобса. А Apple, в свою очередь, вовсю готовились к презентации нового айфона, который станет последним гвоздем в крышку гроба Motorola. На горизонте замаячил Карл Айкон со своей схемой поглощения компаний различного уровня. В 2007 году он купил 5% акций Motorola и вошел в совет директоров компании. Он предложил идею разделить мобильное производство Motorola на два лагеря. Первое – производство мобильных устройств Motorola Mobility. А второй лагерь занимался разработкой ПО и назывался Motorola Solutions. Разделение случилось в 2010 году. В то время был выпущен смартфон Motorola Droid X, а затем и Flipout, у которого дисплей мог вращаться на 360 градусов. В 2012 году из-за огромных убытков мобильного подразделения пришлось продать производство мобильных устройств в Google за 12,5 миллиардов долларов. В Google были интересные патенты, которыми обладала компания Motorola. До мобильных устройств Motorola им дела не было. Но вскоре и Google продал Motorola Mobility компании Lenovo. В этот момент та самая Motorola умерла. Motorola Mobility и по сей день принадлежит компании Lenovo, но это уже не та Motorola, которую мы с вами помним и знаем. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы или пожелания по этому ролику, обязательно пишите свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите на наш сайт cube.ru, посмотрите на наш огромный ассортимент смартфонов. У нас с вами был Паша, cube.ru. Пока.